Популярным блогерам совсем скоро придется тщательнее проверять свои источники и аккуратнее подбирать слова. Совет Федерации одобрил законопроект, который приравнивает интернет-публицистов к средствам массовой информации. Речь идет о тех блогерах, чьи страницы посещают больше трех тысяч пользователей в день. Кроме того, сенаторы предлагают отечественный аналог интернета. Как его планируют назвать, узнал Алексей Конопко. Достаточно массовыми, чтобы работать по правилам СМИ, законодатели посчитали интернет-страницы, которые посещают больше трех тысяч пользователей в сутки. Популярных блогеров обяжут проверять достоверность собственной информации, платить налоги с рекламы, запретят дезинформировать, разглашать личные данные граждан, скрываться за псевдонимом и непечатно выражаться в сети. Штрафы за нарушение от 30 тысяч для физических лиц до полумиллиона за неоднократный проступок для организаций. Интернет сейчас становится не просто составной частью нашей жизни, а по большому счету он становится виртуальным отражением реальной жизни. Там складываются свои отношения, причем любые отношения, товарно-денежные, личные. То есть он потихоньку копирует, калькирует жизнь, и он не отрегулирован вообще никак. То есть с точки зрения правового регулирования оно должно быть. Что такое блогер в нашей стране узнали в начале 2000-х вместе с ростом популярности живого журнала. А вот о том, что писать в интернет на свободную тему, если не профессия, то по крайней мере стабильный источник дохода, так называемые топ-блогеры не распространялись. Теперь понятие проплаченный пост, то есть заметка со скрытой рекламой или пропагандой, за которую получены деньги от конкретного заказчика, знакомо любому пользователю. Популярные авторы даже не скрывают прайс-лист от 30 тысяч за заметку. Всего же рынок услуг в интернет-дневниках России оценивают в сотни миллионов рублей. Большая часть топ-блогеров, она отстаивает ту или иную позицию. Другой вопрос, что не всегда платится деньгами. Достаточно часто это платится через гранты, допустим, какие-то, или через должности, или через какую-то поддержку в СМИ, допустим. То есть у нас многие либеральные блогеры, они состоят в каких-то организациях, и там идет своего рода бартер. Впрочем, реклама даже скрытая от налогов большого вреда не наносит. Другое дело дезинформация. Дезинформация. Пользователь, уверенный законодатель, должен знать, когда читает частное мнение авторитетного человека, а когда ложь под видом правды в чьих-то интересах. Яркий пример – информационная война вокруг событий на Украине. До сих пор привлечь блогера к ответу было трудно даже за очевидные фантазии. В современном интернете это, конечно, вопрос абсолютной лжи, потому что публикуются непроверенные факты, фотографии. Уж вошло просто в аналые истории знаменитая «Я дочь офицера и крымчанка», при этом аватарка с лицом мужчины, и от лица женщины, как бы мужчины рассказывают, как в Крыму все плохо, русские тут бьют и прочее, прочее. Новый закон затронет от нескольких сотен до сотен тысяч блогеров. Без точного прогноза, уверены противники инициативы, принимать ее рано. Не утвержден пока и метод подсчета подписчиков блога. К тому же к обязанностям представители СМИ должны прилагаться и его привилегии, а их закон не предусматривает. Если же вы хотите создать СМИ, вы в уведомительном порядке это делаете, регистрируетесь, но получаете как налоговые преференции, так и благо, ну скажем, в виде журналистских прав и свобод. Это выгодно. А в данном случае, так сказать, люди недобровольно загоняются в некое русло. Не вызвал энтузиазма документ и в самой интернет-среде. Некоторые топ-блогеры заранее пообещали обходить новый закон. В любом случае, заработать он должен с 1 августа, и поправок уже не будет. Но тему в парламенте пообещали не оставлять. После консультации с экспертами интернет продолжит регулировать новыми документами, для которых, кстати, уже есть идеи. В Верхней Палате, например, предложили создать полностью отечественный аналог мировой сети с отечественным же названием «Чебурашка». Алексей Конопко, Татьяна Бугайчук, Андрей Брыков и Михаил Бахтияров. Пятый канал. Москва.